Воспитанники Химкинской школы по техническим видам спорта регулярно занимают лидирующие позиции на региональных и всероссийских соревнованиях. В июле один из учеников Вадим Бурдаков взял серебро на первенстве Московской области по мотокроссу. По словам Вадима, мотоциклы – это любовь с первого взгляда. В пять лет он впервые сел за руль Yamaha 50 и с тех пор практически не встает с водительского седла. Начал заниматься вообще. У меня был совсем маленький мотоцикл, то есть в пять лет был маленький Yamaha 50. Хочу посоветовать, чтобы все попробовали этот вид спорта, так как он насыщен бурными эмоциями, тем же адреналином. Бывает просто, когда ничего не делаешь, то есть тебе что-то надоедает очень. Когда садишься на мотоцикл, у тебя все мысли именно в него влечены. То есть ты не думаешь о никаких проблемах. Молодой человек к 16 годам уже добился титулов двухкратного чемпиона Московской области, призера Центрального федерального округа. Но на достигнутом не останавливается. Сейчас он активно готовится к следующим победам и помогает отцу, тренеру спортивной школы, заниматься с ребятами. В будущем планирует и сам стать профессиональным тренером. В школе готовят ребят по трем направлениям. Авто, мото и водомоторные гонки. Это экстремальные виды спорта. Многие родители беспокоятся за своих детей. Да мне всегда очень нравились мотоциклы. Всегда хотел попробовать, ну, покататься где-то попробовать. Папа мне всегда запрещал. Но потом мы с ним договорились, что я буду на специальном трассе ездить, не по дороге. Мама боится. Я говорю, ничего, не бойся, все будет хорошо. И это правда. С такими наставниками не о чем волноваться. Преподаватели – настоящие профессионалы, имеющие множество титулов, любящие свое дело и учеников. Без падений никак, падают дети. Но стараемся максимально экипировать. Мастерство копится очень долго, годами. Вот именно когда начальный уровень, ты занимаешься именно поддержкой. Сначала держу сзади, потом просто отпускаю. Но иду рядом с ним, с мотоциклом, и наговариваю ребенку, говорю о том, что куда смотреть, допустим, как поворачиваться. Гонки – захватывающее зрелище. Посмотрев на тяжелые мотоциклы с мощным мотором, не верится, что ими может управлять ребенок. А среди учеников – дети разных возрастов, от 8 до 18 лет, как мальчики, так и девочки. Увидев эффектные виражи, я не удержалась и тоже решила испытать свои силы. Для того, чтобы прокатиться на тренировочной трассе, необходимо снаряжение, шлем и перчатки. К счастью, амуниция нашлась и для меня. Мой наставник Вадим Бурдаков объяснил, где мотор, где сцепление. И к моему облегчению не отходил от меня ни на секунду во время заезда. Так, вот это сцепление. Я его отпускаю. Даже просто завести мотор оказалось непросто. Но у меня получилось. Хорошо, что рядом были профессионалы. Это сложнее, чем кажется. Руль меня не слушается. Все дети меня обогнали. Спасибо большое. Это страшно. Страшно, но незабываемо. Такие эмоции вызывает поездка. Теперь я понимаю, почему в Химкинскую школу дети идут с такой охотой. В этом году заведению исполняется 16 лет. 16 лет мы будем через месяц отмечать. Учреждение уникальное. Ничего подобного в Московской области. Ну и вообще в ближайших округах нет. Поэтому хотелось бы, конечно, учреждение сохранить. И, в общем-то, как-то дальше развиваться, расти. Ну а пока ребята готовятся к кубку Крамер Мотоспорт по автокроссу, которая пройдет в Химках 5 августа. 9 августа состоится первенство спортивной школы по водно-моторному спорту. Обязательно приду посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!